Летом начал свою работу обновленный, уже третий по счету созыв общественной палаты района. Обращаясь к активистам, Андрей Иванов подчеркнул важность их работы. Особенно в тех сферах жизни муниципалитета, где необходим постоянный контроль со стороны общественности и общественная экспертиза. У нас действительно есть темы, которые на поверхности, которые звучат каждый день и в комментариях, и в негативных отзывах. Это и проблема, связанная с точной застройкой, как она называется. Многие ситуации нагреты искусственно, и там нет совершенно никакой точной застройки, это идет реконструкция микрорайона. А где-то действительно на 200% согласны с жителями, что нужно останавливать и прекращать какое-то строительство. У нас есть четкая уже проблема, которую мы с вами видим, это проблема свалок, экологии. Наших карьеров, Пронская, Никольская, Шарапова, где компания, которая добывала песок, законно-незаконно сейчас проводится проверка следственными органами. Одновременно с этим завозила мусор и производила захоронение отходов, которые шли с Москвы. Среди других проблем, требующих внимания общественников, Андрей Иванов отметил ситуации с обманутыми дольщиками и переселенцами, антикоррупционную деятельность и вопросы безопасности. К примеру, на заседании палаты побывали инспекторы Одинцовского отдела ГИБДД. Они подняли вопрос безопасности детей на дорогах и предложили создать специальную комиссию, которая бы занималась снижением детского травматизма. Очень здорово работаете, я за вами так подглядываю иногда, добиваетесь хороших результатов. Думаю, вы мне в этом поможете. Я прошу создать, как бы так назвать, как правильно, инициативная рабочая группа общественников для дежурства на участках уличной дорожной сети, и вблизи учебных образовательных учреждений, для оказания помощи перехода детям в проезжей части. На заседании обсудили еще ряд проблем, так или иначе связанных с безопасностью. Например, необходимость уборки опасного сухостоя в лесопарке 4-го и 5-го микрорайонов. До сих пор еще такого глобального решения нет. Все друг на друга пытаются показывать пальцем, что вот они занимайтесь, мы занимайтесь. Ситуация такая достаточно серьезная. Как вырубить на территории лесного хозяйства деревья, которые представляют угрозу? Никто не хочет начать этим заниматься. Поэтому у нас есть таран в лице Дмитрия Гавердовского, в лице Никиты Крюкова. Я так думаю, что когда-нибудь это точно сдвинется с мертвой точки. Комиссия ПЖКХ, кстати, Сергей и Ерш приняли активное участие в этом вопросе. Еще одна проблема, которую обсудили общественники – перспективы строительства муниципальных образовательных учреждений в Одинцовском районе. А точнее, отсутствие таких перспектив. На эту тему я много-много писал, но тем не менее, хочу сказать вот несколько вещей. Первая вещь, что в результате реализации целевой программы развития образования в городе Одинцово до 2021 года не будет построена ни одной муниципальной школы. Так, берите документ, там все написано. Также на заседании членам общественной палаты третьего созыва были вручены специальные удостоверения, подтверждающие их статус. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.